привет всем любителям снегоходной техники я начал разбирать одну штуковину и вспомнил что у меня есть канал на youtube и что я давным-давно ничего не выкладывал на этом канале про снегоходы да и про автомобили тоже как-то запустил но сегодня вспомнил и сегодня вам расскажу о моем снегоходе снегоход у меня кто помнит yamaha viking а двигатель на ней стоит от снегохода буран настала необходимость просто снять мотор причину эту буду рассказывать следующем ролике но попутно я решил исправить еще одну проблему ухты ну да как всегда с бураном свяжешься и все весь грязный и очень интересно будет услышать мнение людей которые уже наверняка сталкивались с этой техникой я имею ввиду вот это это вариатор сафари как известно в нашей стране оказалось большое множество исполнения одного и того же вариатора сафари мне попался какой-то кошмар проехал я на нем две тысячи километров сейчас я вам покажу что из этого осталось целым ну что включаем фонарик сейчас я вам покажу что здесь произошло снимаем крышку крышка целая крышка дюралевая вынимаем пружину через сторону пока не убираем а теперь смотрим на ролики это какой-то кошмар такого я не видел чтобы так сжирала ролики такого я не видел если бы я знал что у меня будет вот такой вот сжор просто роликов я бы снял видео я недавно на буране перебирал вариатор и не то что перебирала просто разобрал его и собрал заново посмотрел как все устроено а причиной поломки была на том вариаторе вот он был точно такой же только у него не круглые здесь вставыши а такие же как здесь большие прямоугольные причина у него была в том что вот эта часть вот кстати кто будет покупать вариаторы сафари ведь она здесь проварена а на моем вариаторе она была просто завальцована и она отлетела и благополучно работала без нее чё там подхожихом не видно же сколько она работала не знаю но на том вариаторе как и на этом новом вариаторе таких проблем не было и именно новые вариаторы я достал для того чтобы показать вам как выглядят грузики на новом вариаторе на том вариаторе проблем не было который стоит у меня на буране а здесь катастрофа просто катастрофа просто вот это не то что выработка это просто выдрала их отсюда просто выдрала какие симптомы ребят вот такой поломки где-то сначала началось на 40 километров в час разгораешься на 40 начинается дикий рев мотора и удары такие как будто вот эти тарелки вот эти тарелки друг об друга бьют просто звук такой бам-бам-бам-бам-бам-бам газ сбрасываешь опять нормально все на низких оборотах на тяге вообще никакого влияния вот это вот этот износ не оказал то есть я ничего не чувствовал но именно вот скорость до сначала до 40 разгоняешься и начинается сейчас когда я уже это снял это уже 30 километров в час рев у мотора увеличился я думаю где-то раза в полтора просто ну видно что мотор идет на высоких оборотах и расход топлива увеличился но я никак не мог подумать что так вот может случиться за 2000 километров сейчас я буду дальше разбирать и посмотрим на самом деле насколько вы его грузики и сравнивать с новыми грузиками ну а пока я не разобрал давайте посмотрим на пружину вот эта новая пружина вот эта пружина с этого вариатора посмотрите она если их рядом совместить то это где-то два сантиметра просела просто пружинка удивительно и особо я разницы не замечал на просевший пружине или на пружине которая была новая как я понимаю металл тут то ли от нагрева такое произошло перегрева какого-то то ли металл такой что он просто сплавился потому что все таки ну сплавился не сплавился просил не знаю с чем как то с чем это связано пишите в комментариях кому такое уже удавалось увидеть или просто уже время но 2000 пробег 2000 в лайтом лежи режиме без особых нагрузок что вариатор разобран смотрите про пружина я уже сказал да она просела это видно сам паук нормальный трещин нигде нету вот эти втулки хорошем состоянии ролики нигде не изношены все весь диаметр у них одинаковый вот резьба все открутилась но очень тяжело сама втулка внутренняя практически без износа бронзографит причем очень даже неплохой бронзографит по сравнению с тем что у меня было то можно сказать здесь лучше чем на том моем который на буране стоит мне так кажется по износу так что касается втулок втулки смотрите все нормальные никакого износа нет немножко поджаровели под ржавели пальцы пришлось их свой дышкой оттуда вынимать но это не страшного как бы что они ржавые также крышка нормальная то и то что вызывает наибольший интерес это сами грузики вот смотрите один грузик вот так вот изношен 2 грузику так изношен 3 изношен еще больше то есть у нас по возрастающей получается меньше 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 больше даже меньше средний больше как это могло произойти что износ у них неравномерный можно объяснить что вся эта конструкция какая-то кривая а можно объяснить тем что металл например у этой детали лучше чем у этой у этой лучшим у этой короче вот новые вот новые сафари новые грузики по внешнему виду мы не сможем их никак отличить то есть ну скорее всего это брак грузиков металл грузиков какой-то бракованный получился сейчас смотрите я хотел к совершенно другой вариатор поставить ну новый но не сафари не альпину немножко другой но все-таки для спортивного интереса я решил сначала поменять вот эти грузики и поездить на этом же вариаторе с новыми грузиками и при этом поменять пружину я это сейчас все сделал ребят соберу обязательно прокачусь потом поеду да и впоследствии выложу или в каком-то из роликов там рыбала рыбацких на втором канале объясню что из этого получилось и получилось ли что-нибудь вообще восстановить этот вариатор напильником точится они в момент вот этот напильником поработал звука вообще никакого практически нету кромка сразу съеден круглым напильником у этих звук немножко другой звонкий видно металл немножко качественнее но тоже следы от напильника остаются но глубокую ямку я сделать не смог а здесь в легкую вот эта ямка так что вот так вот друзья снегоходчики пишите пожалуйста в комментарии я потому что занимаюсь продажей этих запчастей и мне очень интересно почему вариатор вот с этой алюминиевой крышкой до отходил намного меньше чем вариатор с моей вот который на буране с железной крышкой но там тоже свой косяк был с этой завальцовкой а второй опоры но сейчас уже идут заваренные и другие вкладыши вот эти стоят пишите у кого такое было именно может это связано с этими вариаторами потому что потому что кустарщина просто но вот не нету опознавательных знаков да если какой-то подшипник для автомобиля например вот производит компания да у них там есть какой-то шильдик там пилинга например то у вариатора сафари есть только вариатор сафари и чей он кто его сделал вообще непонятно может там такой вот как у меня попадется сыромят до уехал там за 100 километров до у тебя друг от грузиков просто ничего не остается от ямаховский грузиков кстати вот на этой махи викинг от ямаховский грузиков на родном вариаторе за 12000 не стала вариатора не стала грузиков и не стало самих кстати не стала самих вот этих частей здесь кстати есть небольшая заглубление есть они чувствуются а на ямахе они были очень катастрофически и сам грузик был вот так же ступенькой выработан но равномерно то есть но не сильно и она переключалась как коробка автомат на 12000 просто коробка автомат здесь же 2000 наверное не знаю но где-то может есть вот такая история пишите в комментарии короче всем пока надеюсь пропадать надолго больше не буду может появилось настроение буду что-то снимать все всем пока пока и Продолжение следует...